Приветствую вас, Аноним. Вы знаете, в этой ситуации, которую вы описали и которую я постараюсь разобрать, одним из ключевых моментов, по моему мнению, является то, что вы считаете, будто бы отношения с ней чувства угасли за парней. Но это не так, к этому вы подходили постепенно, точнее, молодой человек подходил к этому постепенно. И многие вещи с его стороны, очевидно, делались просто на автомат. Вот. Это, в общем и целом, вполне такая история, ну, нормальная, естественная. Вот. То есть какое-то время чувств, вот перемены чувств, да, не ощущается какое-то время. Перемены чувств не ощущается. Вообще, не ощущается какое-то время перемены чувств. Ну, так вот, так вот бывает. И действует на автомат. То есть все происходит на автомат. Такое вот бывает достаточно часто. Чего, человеку порой весьма сложно поменять свое поведение, потому что есть привычки, есть потребности, которые, в общем-то, человек привык как-то вот реализовывать, да, привык просто к определенному образу жизни, вот, и, соответственно, не сразу принимает целое внимание тот факт, что чувства исчезли или прошли или на минуту. Вот. Это сделать достаточно сложно. Пару. Вот. Так что нет. Это все происходило не за парнями. Далеко не за парнями. Это первое. То есть, это вот ответ на один из ваших вопросов. Дальше. Я просто хочу понять, значит, а, или у нас тут давно представился, как обычно, Не сразу с человеком понимается то, что произошло охлаждение. Не сразу с человеком это понимается. Когда это понимается, возникает, как правило, ощущение пустоты. Очень часто ощущения боли, болезни, ну и там уже может быть и чувства вины, а вот может быть и еще какие-то чувства. Вот, например, чувство страха, то что он может произойти в будущем. Вот, то есть такая история тоже может быть. То есть, нет, как обычно, человек себя вести не может, потому что, ну, вы имеете в виду, что он притворялся. Нет, он не притворялся. Притворяться в таких ситуациях, я бы сказал, достаточно тяжело. Вот. Практически невозможно. Просто, когда охлаждение заняло достаточное место в жизни человека, ну, соответственно, тогда это начало даваться собернять. Вот. Мне видится, ну, мне видится так. Мне видится такой расклад. Вот здесь. Вот. Дальше. Продолжим. Так. Что типа с числа навсегда угасли, их больше не вернуть? Да, если числа прошли, их не вернуть. Если можно вернуть, как мы собрались здесь? Так, как были всегда раньше, когда у мужчины эти самые числа были. Это единственный способ вернуть чуть. Другой вопрос, как это можно соотнести, например, с тем, что изменились вы. Окей. Сегодня мне не звонило, я тоже просто молчу, неужели их правду конец? Не верно. Как теперь убрать из себя эти чувства? Чувства убирать не нужно, а негативные чувства проживаются и отпускаются, а к самой ситуации меняются отношения. Мама мне всё ещё, мама мне ещё написала смс, а просто не делала у меня предложение, я так и не решил здесь сказать что в этом случае, но люди расстаются, а это, в общем, нормально. Дальше. Что произошло? Произвести могло, в общем и целом, достаточно много. Вот. Как мне видят, тут много разных вариантов. Гадать я не хотел бы, честно говоря. Но могу сказать, что часто люди, когда стремятся к чему-то, очень долго, на постоянной основе борются, вот. А на финишной прямой, то есть когда, ну, доходят до финишной прямой, вот. Часто краски охладевают, вот, охладевают и, в общем, реально это связано с рядом. Причин, вот одна из которых является сверхзначимость того, что к чему человек, ну, пытается стремиться именно сверхзначимость. То есть здесь имеется в виду, что если, ну, очень долго человек к этому идёт, вот, то есть, как бы, большая вероятность того, что ему будет плотно, наконец, чего-то достичь, вот, потому что это, конечно, будет сложно, вот, по этой простой причине, вот, что может, эм, ну, потеряться его смысл жизни, вот, смысл жизни, и, эм, а с этим может быть, эм, серьезная проблема, вот. Испугался ли человек от, как вы говорите, серьезности? Я, честно говоря, не знаю, потому что, эм, я не знаю как конкретно, вы говорили про свадьбу, да? Вот, то есть, ну, если вы, к примеру, эм, говорили про свадьбу, там, допустим, на постоянной основе, да? или, там, вот, в каком-то, определенном, определенном контексте, то, что, да, это могло высказать, это могло, как-то его оттолкнуть, но, я, честно говоря, думаю, что это, ну, мало вероятно, вот. Вот. А с другой стороны, с другой, с другой, с другой, ээ, с другой стороны, Ситуация здесь заключается в том, что вам пришлось до этого, уже до этого, столкнулся с такой ситуацией, что вы расставались с человеком, а расставались с такой ситуацией. Понимаете, в чём здесь нюанс важный? Может быть, мужчина тяжело приносит какие-то трудности, может быть, человек рассказывает о том, что он там, например, младшего. Ну, в общем, гадать можно долго, здесь нужно сделать более тщательный анализ. При жизни расставания мы можем вам помочь. Можно, в принципе, проведя анализ ваших отношений, стараться гармонизировать, я думаю, что вы вполне можете свои отношения, грубо говоря, сохранить, да, то есть, ну, несмотря на то, что вы этого, может быть, не хотите, да, несмотря на то, что, может быть, как бы, ну, вы к этому не стремитесь, но все же, все же, все же, все же можно сохранять отношения, не обязательно, там, грубо говоря, вам человека отталкивать, вот сюда, вот, не обязательно вам, как-то, вот, ручьи ценности, вот, хотя это может быть и тяжело, но здесь, конечно, вам решат. Вот. Что еще могу сказать? Еще я могу вам сказать такой момент, что, если вы человека любите, то, ну, наверное, наверное, вы хотели быть для него лучшим, самого лучшим для человека, если вы его любите. Он больный вам тяжело, соответственно, здесь здесь живет не только о любви, но и о потребностях ваших потребностях. Вот. Нужно? Нужно. Посмотреть. О каких потребностях идет речь ваших, что вы, допустим, для себя, да, потеряли один человек? По вашему мнению, вот, что вы потеряли? Я бы сказал так, что это очень важный момент в детстве, на который вам нужно обратить свое внимание. Дальше, значит, давайте немножечко ваш текст еще сейчас разберем. Вы пишите, этот вопрос никак не изменит ситуацию, но, возможно, поможет мне принять все, как есть. Пишите вы. Вот, на мой взгляд, тоже такой достаточно важный момент. Вы говорите. Вы говорите. Принять. Такие, да. Вот, эм... то, что я хотел бы спросить, это то, что вам мешает сейчас принять все, как есть, и принять выбор своего молодого человека, если он разрешил вам распад. Давайте постараемся с вами, если это возможно, обойтись без истории о том, что я не могу отпустить своего любимого и так далее. То есть, как бы, ну, это... Я понимаю вас, но, совершенно, хотел бы такой, более, эм... Ну, более вдумчивый ответ. Ответ. Получить. Считывал. Вот. Вот. Вот на эти внимание, на эти моменты обратите, пожалуйста, свое внимание. Ну, все, вы, просто, пересказываете историю, ну, вот, вы здесь, на, вот, о вашей истории есть только один момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Значит, вы пишите. Мне предложили хорошую работу. На тот момент мы решились наши отношения прекратить. Правда, свой бизнес. Кроме того, мы не готовы были туда, кто мне их факт. Что изменилось, когда он начал писать, звонить, пытаться познакомиться в любви и рваться приехать? Вот что изменилось? Что изменилось? Конкретно что изменилось? Вот вы говорите, вы помирились. А какие выводы вышли? Каким решением вы пришли, что вы помирились? Все важно. Это важный момент. Фуфт. Ну, и опять же, какое значение вас, да, для него имеет, какое значение, да, для вас имеет. Может быть, вы просто вкладываете разные, разные значения в это. Такое тоже может быть, в принципе. Вот. Ну, это, конечно, не точно. Это не точно. Вот. В целом. Так, я думаю, можно ответить на вопрос. На вас. Последнее, наверное, что хочу сказать, это то, что вы ездили к нему саму. Вот. Как у вас? То есть, почему вы его саму не ездили? Да, я понимаю, что гибкие графики заграли, но это важно. Важнее и то, что мужчина психологически гораздо моложе вас. Тоже, к сожалению, вы как раз, как раз, находитесь в таком возрасте. Такая разница у вас в возрасте. Вот. Когда мы начали встречаться, ему было 20. Вот. Ван, соответственно, 24. Сейчас. Ван, 24. Ван, 28. Вот. За эти четыре года как раз очень многое могло поменяться. Очень многое могло поменяться. Очень многое могло сменить. Такая разница, всего того, что этот возраст, на который приходится пик личностных изменений человека, тогда как мужчина, тогда как для женщины этот период, он не такой богатый на изменения, на какие-то вот перемены и прочее, прочее, прочее. Вот. Такая вот история. Эм. Не знаю. У меня вот сложилось ощущение, что мужчина чувствовал себя виноватом. А если это так, то вы могли выстраивать с ним отношения родителей, родителей, ребёнок, мать, мать и сын. Уф, вот. Потому что своей маме вот не решились рассказать, то есть тоже как-то вот вам не хочется то ли её надежды не обрадовать, то ли отстраивать её. То есть такая вот гиброответственность, как раз таки вот может быть проявлением того, что вы не совсем равные отношения выстраиваете с мужчиной, что тоже могло привести к его отдалению от вас в приток. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго. Удачи!